Я раздавал, говорил, что по протестантскому знанию нам прислали книжечки и раздал. Взяли добровольно. Время в прошлый раз мы не могли, у нас тут вещение было, и все взяли. Варлам взял великий Бог и маленькое сердце, кажется, да? Да. Давай, доклад сделай. Хорошую книжку, можно читать православным или нет? Можно. Почему? Ну, потому что ты православный, я решил, как будто я православный книг. А твое мнение на каком-то мнении отца или матери основанной, ты их считал про это? Или сам доносил такой решенан? Сам доносил, я не проверял. Мое главное следующее будет. Книжечку эту можно другим давать? Не опасно, что люди в секты потянутся. Не опасно. Все? Не опасно. Ну и тревога не имеет. Он говорит, что не опасно. Не опасно. А чем эта книжечка хороша? То, что тут Бога написано. Ну и правильно там, по-православному все? Или еридики там какие-то? Нет, все по-православному. То есть, если вот так жить, как они здесь говорят, то ученок лучше делает или хуже? Лучше. Лучше? Лучше будем. Мнение полностью со своим сходится. Ну, что делать? Да я выше не встречался, не говорил. Ты это сам высчитал? Да. Ну, что-нибудь еще расскажи, о чем тут написано. Давай, что-то. Что-нибудь, про чем тут написано. Про то, что, как бы, нельзя крешить. Надо слушаться Бога. Соблюдать его заповеди, как он говорит. А где эти заповеди? Как их узнать? Ну, не перебодействуй. Да? Ну, он говорит, что заповеди не перебодействуй. Вопрос, наверное, от заповедей где сами написано? Ну, не перебодействуй. Деньги. 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 Ну, что это за дедектора? Надо же знать. Так. Ну, книжечку это мы можем заказать. Нам дадут больше и мы можем раздавать. Я скажу, что его мнение полностью, на сто процентов с моим мнением сходится. Так, второе. Какая книжечка у тебя? У меня никакая. Никакой не врат? Угу. А почему? Ну, все это, ворота. Ну, по твоей фотографии, что написано? Процитируй. Я говорю, чтобы все записали, замучили. Ворота, все там, немного, один стих. Знаешь? Ну, да. Ну, давай на память. Угу. Что, люби учебу, уважай учителей, люби Бога. Цитировать полностью надо. Что написано? То есть, ничем не занимался в это время. Да не проверяли родителей, никто, да? Ты же стоял, что-то переписывал там. Ну, да. Свечки даже как легче. Вчера еще в храм не пришли, а в храм пришло 15 человек. Он 14 свечей запалил. Минута 15 раньше. Свечи никакой роли спасения не играет. Никакой, кроме того, что копит на икону. Одну свечку православную достаточно. Ты еще тепло нагонял, так. Я грешен человек. Я быстро умею считать. Ну, 14 свечей запалил. Вообще. Отменить неэкономны. И, кроме того, опасно. Если хоть одну свечку оставить, а она упадет, большой неприятности быть. На улицу будем молиться. Это отменить. Только присутствие батюшки. Сам никогда не бери руки. Ни из печки, ни к чему не прикасайся. Мое мнение такое. Пусть отчасти твердит это. Он пришел, никого нет. По храму ходит с огнем, запалил. Все пылает. Говорит, ну, можно подумать, как патриарх с папой встречаются. Ну, почему были в храме? А кто там был в храме-то? Я пришел, а там Таберсалин был к его. Я пришел раньше. И никого нет. Ему интересно, как свечи горят. Самое интересное, вот варвар, когда зажигают, мне это интересно. Как он тянется, с какой серьезностью подходит. Мне охота все это заснять как-нибудь. И он не просто зажигает, он ответственно это делает. И мало того, когда последнюю, он свечки снизу подпалит, потом ставит, продубит. На бок маленько. Она так под бочей свечки стоит. Так, третья книга. У кого? Вторая. Ну, кто остальные, я брал брошюры. Я брал. Так. Как это называется? Значит, моя книга называется Иисус на вид, слуга Господня. Вот. Я ее выбрал сам книгу. Ну, признаюсь честно, это мой герой. Вот. Витхозавель. Значит, прочитал ее уже раза три. Вот. Обнаружил некую ересь. Хотел у вас спросить, вы технически когда раздаете, вы их сами не читаете? Не считаю. Вот. Ну, молодец, что пришел. Все почитываю. Хорошо, что я не раздаю. Я сразу раздакировал, по одной и далут проверить. Вот. Поэтому я сейчас хочу, то есть я прошу еще времени, еще хочу дать моему папе прочитать эту книгу. Да, я. Значит, чтобы, ну, как минимум, там ересь про тысячелетнее царство. Вот. Как минимум. То есть, естественно, я из-за этой фразы уже подверг сомнению всю книгу. Вот. Хотя пишут что-то, ну, то, что я знаю по книге Иисуса Новина. Вот. Но считаю, что еще нужно проверить, ну, как минимум, моему папе там, чтобы он прочитал. Вот. Я подготовил хороший доклад. сам проверю некоторые места, еще раз сверюсь там, потому что здесь написано, значит, что это не комментарий книги Иисуса Новина, а обзор его жизни. Вот. Очень хорошая книга. Тут написано для молодых верующих. Тут очень много именно для молодых. чему молодежи поучиться именно на, как сказать, роли вот этого человека. Это был обычный человек простой, но его жизнь была необычна. И нам можно сегодня много чему поучиться от него. Нам всем надо поучиться от него, потому что ну, очень интересно подготовить. Просто я прошу еще времени. Интересно то, что глава стиха через запятую это только православные так делают. Вот что удивительное. Все протестанты, как и православные симфонию издают, глава стиха двоеточим отмеляются. Допустим, третья глава двоеточная, шестнадцатый стих, запятая, двадцать первый, два стиха. А если шестнадцать или двадцать первый, это включительно этот пакет. Здесь через запятую абсолютно есть свойственный. А у нас что, по-сектански сделали? Это я сделал. А в других Библия? Это Библия. Ну, Библия, так. А в синодальном, что через запятую? Сейчас надо посмотреть, какие издания. Я вроде знаю, что через это. Меня наоборот как раз удивило, что вот как-то не по-нашему. И тут еще у него в скобочках пишет интересно ссылки, например, типа страница тринадцать. Нет, стих тринадцать. А, если стих, то это понятно. А кто думал, на что они имеют в виду? Где на четкой главе написано, там, второзаконие один тридцать восемь. Вот, ну, тогда понятно, что. Опять же, я все это проверю еще раз. Ну, уже раза три, говорю, прочиталось. А тут еще сложность, это же перевод, это же какой-то нерусский. Вот, и куда-нибудь такие склонения, такие предложения, много запятых. И по несколько раз прочитываю, чтобы понять, ну, слова просто автора, о чем они имели в виду. А кто это? Вот, автор, интересно, Ж. Андреев, вот и все. А тут вообще Ж. А. Андреев, это поменье. Андреев, как и все было Андреев. Ну, а так лучше и... А значит, поменье потом, кто еще такое? Туч в пустыне. Это книга чисел, про нее рассказывается. Так, ты вот все прочитал? Да. Ну, и давай, развести, что-то книгу, можно ее у православного распространять? Да, можно. Почему? Рассказывается, как люди, ну, с Моисеем, ходили 40 лет. Для чего и Бог 40 лет водил? Хотя могли пустыню пройти за 11 дней. Для чего Он это сделал и с какой целью? Ты, в новозаветном духе, понимаешь, что означает пустыню? Куда они шли? Теперь как? Все твое новое. Это все более прообразно. Как для нас это пустыня? Где мы идем? Что за пустыня? Ну, наша жизнь. А что она пустая? Что карман пустой, а работать не умеет. В духовном плане пустота. Пустота у них или идут по пустыне? Тут, маленько, разделить надо. Здесь еще по пустыне идут. То есть этот мир наполнен злом, колючим, ветром. И вот это да. А конкретно каждому человеку, это там, когда их описывает их состояние, переносит на сегодняшнее. А они шли куда? В Ханан? Мы идем в Царство Небесное. Вот понятно. Небесный Ханан так и называется. И мы должны сегодня сделать корректировку очень сильную и увидеть, что за этим укроется. В Библии это интересно тем, что перенос события прямо касается каждого считающего. Слово живо и действенное. Живо. Не то, что он иногда прочитал. Сегодня специалисты, когда разбирают вот такая притча, вышел, допустим, виноградник, нанимает в одиннадцатом часу. Две тысячи лет назад сказано, это притча о святе. А она как будто сегодня утром была прочитана в первые. Сколько толкований на нее было. Самое лучшее толкование, конечно, если так брать то, что это святые отцы, а это наша жизнь. что я буду все знать за душой ничего этого. Мы должны просто, мы обязаны войти в эту историю. Мы идем по пустыне этой жизни. Что пустыня? С чем она богата и грехом? Значит, не пустыня. А пустыня добродетели. Так трудно найти истинный добродетель. Ты должен в таком плане раскрыть ее. Путь в пустыне. Ну, как делай доклад такой, или проповедь. Все. Чуть-чуть. Я к нему уговорю. Эту книгу можно распространять с теми православных? Да, очень интересно. Ты вручаешься? Что человек не потянется в сектантах, считая это? Нет. Кто считал эту книгу? Нет, не считал. То есть мы можем заказать сейчас больше и родным и близким предложить эту книгу. Так, займись этой книгой, потому что эту я считал, а ту не считал. Ну, примерно догадываюсь. Возьми, просчитай, чтобы было светиться двух или трех. Кому-то дай, и они самостоятельно за этого будут доходить. Так, еще кто брал? Я брал. Солжение великов. Да, еще. здесь рассказывается откуда левиты произошли из колена левия. Ихние служения как они были в пустыне, ихние занятия с какого возраста принимали на служение священника? а вот когда Господь делил землю, где они заходили, убей, кто там живет, забери его дом, виноград, если девицу, девицу забери, а мать, убей, отца, убей, повеление это было какого-то. Почему считается в ритме одна из самых экстремистских книг сегодня? Но с учетом того, что это повеление Божие, я в это верю, Моисей прорубался. не уголовил никого ничего. Вот этот показывает Моисей, фильм Моисея, и когда он был на горле, и в это время люди стали гвинтовать и сделали нам БХ, который главный идол, Бог в Игипте. И вернемся обратно, что мы терпим-то? И Моисей еще вернул. Он сразу мне законно поставил всех этих людей. кто Господень ко мне? То есть речь Лаобилитов. Это служители Божьи, они с вещами. Основные это, которые не имели права носить оружие или что. По шатрам. Найти, кто хотел вернуться. И не спрашивает, и не понимает. Сразу режьте его на месте. На постели, под кроватью, где найдете. 3500 сразу зарезали. Вот Экобосей стоит только вот вот этот фильм поставленный очень сильно. Он молится. и там крик, там и все застанало. Так уговорить, может быть, и люди одумаются. Никаких одумаются, они хотели вернуться. мы заставим вас любить новый закон. Но Тихрис может так это делать. Но однако мы знаем это от Бога было. Кто Господь? А вот эти левиты. Вот когда Бог вошли в землю, которую дал, поразделил землю не на 12 6, а только на 11. Почему левиты не дал? Сам Господь удел. Сам Господь был уделом. Сам Господь был уделом для левитов. А это у всех был Господь левитов. Левитов это левитов у всех всему народу. Они должны были служить Богу, смотреть не за землей, а за народом, за законом. Вот земля, вот эту землю должны были возделывать. Да, земля. Вот что. А Бог удел, весь народ Божий. Я так поверхностно посмотрел. Посмотри, глава стиха как отделена? Запятой. Да, так же, как здесь. один, автор. А мне один, автор. Глава стиха как? Запятой? Запятой. Запятой. Очень удивительно. Не встречал никогда. Это неверно и потом не свойственно? Или они решили, чтобы православное приняли? Ну, возможно. Они же тут не пишут что-то точное, а так все обтекаемо. Так. Когда переносят церковь. А кто-то да вещи, которые кого я дал? У меня есть, я не открывал ее. Еще не открывал, у меня есть. в вопросе кто-то поступил. Нередко люди, испытавшие клиническую смерть и столкнувшись загробным миром обретают веру в Бога. Почему Господь не всем неверующим посылает это? Так вопрос а к кому? К Богу или ко мне? Почему Бог так взял? Почему Он в четвертый действие совершенно светило взял? Это к нему вопрос. И что у них которые были клиническая смерть, у них правильная вера? Не знаю. Почему ни одного сектанта который отбирали их тысячи и никому не показано что они еретики? Ни одному. и они на полном серьезе считают что это от Бога. А если от Бога почему их видение очень сильно разница от того что Бог показал святым в Пеодоле Стареграции когда по-мутарски душа шла Василия нового жития. У меня тоже вопросы есть и поэтому я и не верю. Только православный. Вас там меня просто православный верит я православный это церковь и церковникам когда Господь открывал церковник вот описано у нас в житиях святых Делития Ростовства а это когда считаешь у меня один был такой знакомый через Сергея и он обмирал и вот у него там было медейение то другое я не знаю чем объяснить один раз послушал а я бы сказал Саша не вели зачем брешешь ничего этого не было брехуны не было возьмите этот свигун Мария Деви Христос ей аборт делали в это время откровение было во время аборта во время аборта откровение какое от кого во время убийства которое она совершала а аборт это убийство и аборт то есть выбросить за аборт почему не все в Златану говорит мы в этом не нуждаемся наша вера от слышания от слышания от слова Божия а не от того что видели чудеса чудеса и Сатана будет творить и огонь с нее будет водить здесь по крайней мере первый ответ такой напрасный почему не всем если Бог всеведущий он четко знает что человек родился проживет такую жизнь и он ее так закончит и что если ему даже будет посылать какие-то чудеса что он не уверует то есть Бог знает что человек от рождения до смерти будет неверующим окончательно ему Бог не нужен так он и не будет ему никакие посылать чудеса зачем во время второй мировой войны много опять-таки случаев было в морде дух человека оживал и один человек задался целью окрасить их записать сбежавший из ада называется очень сильно показано душа выходит из человека и у него так и было он и теперь он видит то где когда-то был прям видит бензоколонка все как стоит где все то что видит это так и потом он возвращается в тело и думает а как я вернусь в тело то в какое где оно и душа когда в морге оказалась рука слесла у него на руке то ли перстень был или что и он по руке узнал что это его тело и душа вошла в это тело и далее когда он врачи конечно узнали какую-то стяжадину в хвагде и он все это описал там какая-то кристи еще это 300 человек которые были есть очень много общего когда человек как бы несется по какой-то аэродинамической трубе и дальше все раскрывается перед ним сдержавшие сзади это показывает ну опережающие жремя там другие названия есть это кому как и она и записывала и человек вот который в реанимации а делает операцию допустим на втором этаже опять этажей и она поднималась на крышу никто не знал ей ключ и она там выкладывала надпись утки дикие утки и гордитесь вас будут стрелять и запирала и уходила крупными буквами и когда этот человек оживший был она разговаривала с ним поднялся над всеми и бежу в нашу больницу а у них она не была и она знает его привезли в деревне и там написано дикие утки и гордитесь вас скоро будут стрелять откуда откуда он он это знал до этого через врачей так врачи не знали которые до этого объясняли так врачи говорят и поэтому на каком-то уровне передается как может передаваться когда ни один врач не знал и она меняла эту надпись но в операции там это делает а она опять поднимается она там ассистент какой-то меняет надпись и потом когда уже человек выздоровляет она берет интервью и каждый говорит на 100% точно что там наверху но один решил это все сам проверить врач себе инъекцию сделал и скорее позвонил там врачам и те бегом бегом пришли а он уже мертвый прямая линия салона показывает а мать у него видно там протестантка была верующая молилась за него и он теперь в аду видит там все ну это фильм поставлен избежавший из ада советую посмотреть ну там показывает пастор не за ней пастор а пастор какого-то избрали черный такой и такой вид у него уголовник какой-то ну нисколько не похож он служит и тут сагана тень наводит тень ползет по этому по молитвному дому и они молятся кровью христа заклинаем тебя сгиб и он отходит от них но это перед на деле тоже так бывает и ты призови машина начали выражать чтобы не показывали про царя вот они не показывали а его арестовали продержали мне было кажется вышел оттуда как шел будет ничего нигде нигде ему давали книги он там читал такую бороду шикарную отпустил прям вот такая борода тут мы с Сергеем Козловым разошлись он его говорит я говорю обманщик Сергей обманщик нет он хороший ему бог ответил ничего не было он обманывал а как он знает я не могу объяснить как первый раз заговорили я говорю обманщик ничего этого у него не было а его на расклад баптисты его кормят он ездит выступает как он видел златоуз говорит я не нуждаюсь в чудесах я верю в Бога мне это не надо почему не все не полезно и люди которые написано другой будет говорить нет в 16 главе Евангелия Тухи написано Господь говорит если кто из мертвых воскресит не поверит у них есть Моисей и пророки пусть слушают я златоуз говорит в Библии верить нужно а не тому какое чудо будет если кто из мертвых пошел Лазарем они верят что похоронили его он им расскажет чтобы они не попали в это место мучения 23 стих а он верил говорит нет не поверил ему говорит Авраамбер если кто из мертвых воскресит не поверит поэтому верить в Библии намного больше чем видеть воскрешу вот такой вывод намного полезнее я сошелся я верю мне доказательств никаких не надо так написано надо веру такую иметь чтобы в Библии храма сомнений было а может не было было а как ты знаешь написано да мало что написано бумага все терпит все терпит тем более это стерпит ни на шаг ни на зад так вас не переменит а зачем я верю а какие доказательства никаких моя совесть говорит об этом просто и понятно и все сразу отпадают я ничего не доказываю спорит кто-то ничего не знает у меня выражение такое кто знает он возвещает истерию так еще тоже у меня такое любознательного характера вопрос про Моисея Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле числа 12 3 3 3 стих вот есть ли объяснение как он стал таким родился или научился и тем более он сам о себе пишет и кратчайший из всех людей на земле то есть как он достиг этого состояния может быть вы знаете что-то из святых отцов или ваш опыт что-то говорит объяснений никаких я был кратчайший он был жесточайший но понятно не забывем сказал приказатель я вам покажу земля развернувшись живьем вас женами с детьми и дальше требования это он сказал любит кто господний ко мне это он где кратчайший вот вопрос по человеческим примерам нигде неужели 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 из этой скалы дать воду пять слов господний неужели 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 Он смирился перед Богом, когда, маленький, конечно, там от него не зависело, но когда заступался за свой народ, и когда он этого стражника убил, по нашему верху, это без закона, надо было решать в суде, а в какой суд? Он убежает и греет. Он так с ними разговаривает, раз и песок зажил. В фильме хорошо показывает, он за параона остался сын, а они, друзья, воспитывались вместе, а одна дочь параона их воспитала. Он говорит, я человека убил. Я параон. Я звезда утренней вечерния. Ты не убивал. Так я его убил. Я звезда утренней вечерния. Я сказал, никто не скажет, что я убил. Его сразу убьют. И всегда не убивал. Но он вдруг-то лежит. Сам умер. Головой штукал со скамейки. Вот икона. Замон какой был. И все. Я хорок, я сказал, бездорогие вечерния. И он, как обошелся, взяли ноль. И там, когда он пришел, сколько раз, и сколько он терпел, и его выгоняли, и чудесами ели. И все вместе надо брать. И одно какое-то событие. И он за себя не встил. За себя. И за Бог. По ревности законной. Парвы не пороще. По ревности законной. А у него, если такая ревность и была, когда он выходил. А дальше я боли Божьей выполнял. В этом и кровь. Сердце его болело. Он не соглашался, может быть. Но он сказал, и пошли. Я посчитаю. Он проснулся на длине. Седьмая глава. Парахан. Он в себе не искал славы. А и были друзья, знакомые, гроны, ходатай. Что мы просили ему. Он собирал щепки там, или сушняка, саксаума. Смерть. И вот то, что мы рассматриваем как жестокость, с позиции Бога, это кротость. Да, мне не нравится. Но я пощадяюсь. То есть показал смирение, кротость перед Богом. И на земле кто-нибудь знал, такое повеление Божие, пойди и стрели. И в нем. Речь шла не о людях, которые живут в шатрах, а люди живут в городах. И вот прямо, четко, говорит. И вдруг люди говорят, там стены высоко до небес. А люди как деревья. А Иисус Маймена и Санхарелы пришли, говорят, Богу мы одарели. И он опять кротко. Весь народ повел на смерть. Кротко. Мы не можем сомневаться, что это дано. А кто это написал? Ты сказал, он сам на себе написал. Нет, это книги называются так. После смерти он еще не писал. А там, да, говорится, последняя книга о том, что он луна. А дальше книга продолжает писать. А мы нашли написание. Но это принято назвать пяти книжи и Моисеева, хотя последние книги он сам не писал. А кто писал? Ну, кто ел, он написал книгу. Когда? Никто не знает по сегодняшней день. Считается, что на древнейшее наоборот нет быть и ел. Тремя. Вот эти данные, которые мы находим в книге, их надо пережевывать очень хорошо. Сказал Бог и вопрос снят. Нет ничего. Понимаешь, когда... Это дополнение сделать просто. Это как раз я потом расскажу в этой книге, что мы обычно привыкли. Вот Моисей, да, там, вот, как сказать, как книги написано, мы так принимаем, там, кратчайший, не кратчайший. А когда начинаешь больше, ну, как бы, изучать или вы, кто изучает, ситуация не то, что немножко была другая, а более, как бы, это, знаете, это вот, как мне нравится, привели пример с женами мироносицами. Мы вот привыкли, ой, какие хорошие, они встали утром рано. Это не просто хорошие. Какая ситуация-то была? Их учителя убили. Петр отрекся. Собственный ученик, который ходил, с ними предал его. То есть это не просто они такие хорошенькие, встали утром. Это... Жестокий такой страх, эти спрятались от иудеев. То есть это прям у них такой мега-поступок был. Вот. А мы себе просто привыкли, ну, жены мироносицы, да, вот они молодцы. Так же и здесь Моисей вел, да, он бултовал. То есть там пока вот есть чудо, да, вроде, а потом тут же на следующий день там, ну, утрировано. Там все было не так. И Иисус говорит, все десять эти против, говорят, мы боимся, они с халилом нет. То есть давайте пойдем, мы не боимся, мы с Богом. Иисус Новин вступает в должность, а он боится. Народ Моисея не слушал, бунтовал при Моисеи. А вообще евреи трусливый народ на самом деле. Двадцать шесть человек умерло, и все, они застанали, вот там. Ну как так, у нас в Великой Отечественной Сухой умирал. Вот. И то есть они настолько надеялись на Бога, понятное дело. Вот. И ситуация немножко, как сказать, не такая, какую мы ее видим здесь. Мы так прочитали, ну да, он был Моисей, да, они ходили, там, ну, роптали. То есть там немножко по-другому все было. Гораздо пожестче, чем нам кажется. Есть момент, где он молился, Моисей, он не знал, о чем молился. Господь говорит, отойди, я их истреблю. Он говорит, Господи, если ты не поменуешь, у меня из книги жизни вычеркни. Какая кротость? Это второй человек был Серафим Саровский. Я молил Бога, чтобы меня отучил, но не архиерея, а не священник. И Бог ответил, я их накажу. И здесь точно так, кто согрешил, того накажу. Он просил, чего он не знает, он два-то ни одного дня не был. Лучше меня лиши жизни. Какую еще больше кротость проявить можно? Любовь. Любовь, то есть кротость, любовь к народу получается. Не просто кротость, я как-то тут за себя не знаю. Грошко поверил пойти вернусь в Египет и грозит смерть. Дело уголовное не было закрыто за давности. А узнают. А там Рамзес. А он у него расположен. Тем более дойдет до убийства сына его, когда первенцы должны погибнуть. Дело в ситуации, это такая была. И он нигде за себя его выгнали, он пошел. Другой-то сразу говорю, огонь, как Илья. Ты человек Божий, сойди. А пришел-то не один, а с ним 50 человек. Я человек Божий, огонь. Ударила Катюша, и все сгорели. Второй пришел, 50-ник тоже. Я Божий человек примерно знал. Бог меня слышит, ты правильно сказал. Огонь. Все, 51 уголек лежит. В этом позвольном, как Илья. А как Моисея, это простите. А его Господа просили, раз их не приняли, поступить, как Илья, сжечь охаянных. И подумаешь, какие-то некомьяне, дать по ним залпам, чтобы погорелся. И все, на этом конец. Нет, ты не знаешь, какого духа. А Моисея кратчайший. Он не мстил за себя. Вот меня спрашивали, почему вы хорошо отзывались о Ильце. Не за пьянку, не за развал страны. Он не мстил за себя. Ильца, Борис Николаевич, его как и по насилию. Он никого не сработал, не снимал ничего. То есть, напился пьяный, лежит в странах. Как куда катится, в какую кровь. Это очень не круто, это безразлично. Но после гонений, какие были прессы, в той власти, это чего-то означало. Ну так. Хорошо. Вопросы какие есть? Есть, ну, пожалуйста. Вопросов нет? Вопросы какие есть? И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слово Родчую, Сущую Богородицу Тебе и Чаван. Игорь, слыши Бог. Господи, мы благодарим Тебя за этот день, за эту возможность вне тут Слово Твое, живое и вечное. Взрастись имена вера от услышанного, а все, что лишнее, искреннее сознание, чтобы нам следовать во всем по святой Твоей воле, и достичь Царства Твоего Небесного, готового на нам от начала. Тебе же, Господи, славу за все, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, что с вами. Продолжение следует...